Преобразится в этом году должный парк у Дворца пионеров. Там в мае начнутся работы по благоустройству многофункционального пространства для детей и взрослых. Там появятся клумбы, по которым можно ходить, и газоны, на которых можно сидеть. Что еще придумали кировские активисты, а также чем будет пахнуть новое место отдыха в нашем сюжете. Вместо обычного газона – вечный огонь из красных цветов и качели для взрослых. Уже этим летом входная группа Дворца творчества «Мемориал» заиграет новыми красками. Кировские активисты проявили инициативу и решили оборудовать здесь красивое многофункциональное пространство. Цена вопроса – от 150 до 300 тысяч рублей. Но средства на реализацию проекта уже найдены. Самая идея больше года. В прошлом году она пришла девочкам из группы «Вятские сады». Они обратили внимание, что здесь мозаика, справа – алая паруса, слева – мальчишки-бальчишки. Они подумали, что эти клумбы, которые сейчас никак не задействованы в жизни парка, неплохо было благоустроить. Ну и в этом году мы решили, что пора начинать. Сама мозаика тоже нуждается в реставрации. Сейчас авторы проекта ищут специалисты, которые сможет восстановить панно. А по бокам от входа появятся не только клумбы с многолетними цветами и кустарниками, но и необычное сиденье и даже мини-сцена. По задумке, на газонах можно будет спокойно сидеть или гулять. Поэтому специалистам пришло неожиданное решение. Помимо многолетников, красноцветущих, краснолиственных, здесь будут пряноароматические травы. И мне кажется, это будет очень классный прецедент, который можно будет дублировать уже на весь город. Мяты, клевер, душицы – то, что мы на самом деле любим в наших садах за свои ароматы, будет и здесь. По словам активистов, перед ними стоит непростая задача – сохранить мемориальную зону торжественной, но при этом сделать ее яркой и интересной для людей любого возраста. Еще одна цель – сохранить то, что будет сделано на долгие годы. Ну, во-первых, мы разрабатываем такие конструкции, так скажем, антивандальные, чтобы они были прочные, надежные, были споры по тому, как обустроить какие-то зоны для сидения, чтобы они тоже не кочевали по парку. Ну и второй момент – здесь, вблизи дворца, ведется видеонаблюдение, и мы тоже надеемся, что это поможет сохранить все в достойном виде. К реализации проекта могут подключиться все кировчане. Сейчас, по словам организаторов, они нуждаются в саженцах и луковицах многолетних растений, которые позже будут высажены на территории. Детали проекта активисты обсудят на общественном совете, который состоится 27 апреля, а уже в мае в парке закипит работа. Надежда Ведерникова, Александр Марченко, Бюро новостей Давича.